Снимаем? Снимаем, да. Здравствуйте! Программа Альфа-Бет. Я Андрей Манекайна. Экономический кризис продолжает терзать мир. Министерство финансов Финляндии в поиске наименее болезненных способов стабилизации экономики предлагает повышать налоги и сокращать бюджетные расходы поэтапно в 2015-2018 годах. То есть уже при следующем правительстве. Общая сумма предлагаемых мер по сокращению бюджетных расходов и повышению налогов – 3 миллиарда евро. В то же время независимые эксперты считают, что жесткие меры могут привести к подавлению начинающегося экономического роста. А согласно рапорту Организации экономического сотрудничества и развития о финансовом положении Финляндии, у нас один из самых низких показателей государственного долга среди стран-членов ОСР. Генсек ОСР Хосе Анфе Гурья считает, что Финляндии не стоит торопиться с сокращением расходов и повышением налогов. Он отметил финскую выдержку, знания и умения жителей страны, а также доверие, оказанное стране кредитными рейтинговыми агентствами. Мнения же ключевых министров и политиков разделились. Министр финансов Юта Урпилайна от Социал-демократической партии заявила, что запланированные сокращения в 3 миллиарда евро негативно скажутся на экономике и что их необходимо осуществлять поэтапно. Президент Министа, в свою очередь, предостерег действующий кабинет министров не завещать меры по стабилизации экономики следующему правительству, а разобраться с этим самим. А премьер-министр Юрки Катайнен, коалиционная партия, считает предложение Минфина хорошей основой для принятия решений по экономической политике. Представитель партии Центра Маури Пакаринен потребовал от правительства информацию о том, какие именно меры по стабилизации будут переложены на плечи следующего кабмина. И сказал, что Центр не готов одобрять любые предложения правительства. Истинные финны в лице своего председателя Тима Сойни предлагают сократить расходы по самым крупным статьям бюджета. К ним Сойни относит социальное обеспечение, здравоохранение и помощь развивающимся странам. В общей сложности он предлагает сократить расходы на полтора-два миллиарда евро. Хотя и это, по его признанию, будет трудной и болезненной мерой. Сойни считает, что необходимо провести реформу в муниципальной сфере и соцздраве. В частности, следует отменить гарантии для муниципальных служащих при объединении муниципалитетов. Показательно, что по данным Союза муниципалитетов, финансовый баланс муниципалитетов в Финляндии за прошлый год оказался в плюсе. Результат увеличился по сравнению с позапрошлым годом аж на полтора миллиарда евро. Это обусловлено тем, что муниципалитеты уже сократили наполовину свои расходы. А налоговые поступления в казну увеличились. При этом та же Организация экономического сотрудничества и развития рекомендует Финляндии повысить пенсионный возраст. По мнению организации, сумме следует провести поэтапное повышение пенсионного возраста, отменить систему частичных пенсий, создать механизмы поддержки для пожилых работников, чтобы люди дольше оставались в трудовой жизни. По оценке ОСР, при старении населения и росте госдолга, чтобы сохранить высокий уровень жизни и благосостояния, нам необходимо провести серьезные структурные реформы. Например, в том же муниципальном секторе и дальше уменьшать количество муниципалитетов или же сократить их функции. В рапорте отмечено, что экономика в Финляндии теряет конкурентноспособность, о чем в частности свидетельствует кризис в технологической промышленности и лесопромышленном секторе. Так или иначе, но становится ясно, что повышение налогов, а с ними естественно и цен, не избежать. Как и сокращение, а значит и ухудшение социальных услуг и увеличение пенсионного возраста. Остается только надеяться, что все это на самом деле сохранит нам высокий уровень жизни и благосостояния. На сегодня все. Спасибо. В то же время независимые эксперты считают, что жесткие меры могут привести к подавлению начинающего экономического роста. Но остается только надеяться, что все это на самом деле сохранит нам высокий уровень жизни и благосостояния. А теперь по-настоящему. Ну давай. Продолжение следует...